привет зритель мармит он же воскопор но тут как бы можно придраться и сдать обратно но ты знаешь я уже третий раз пыталась его заказать тут пришло именно такой дизайн как я хотела с деревянными ручками из-за какой-то вот такой фигни да и ладно здесь он тоже ну подумаешь чирка так она вся ровная там инструкция по применению вот здесь выглядит именно все так как надо с такой штучкой как я хотела ручки белая но там дизайн кстати есть есть белые руки у кого-то у кого-то фиолетовый это видимо кому как повезет тут где-то на ведерке был какой-то тоже такой жесткий дефект вот а вот на работоспособность никак не влияет и только он снаружи изнутри ничего нету такого ведерка вот такой ручки как надо и тут на другом где-то ведерки похоже еще не было может только на одно на уж не помню а да вот даже точечка какая-то внутри она в принципе ну чуть-чуть упирают ну как бы тоже роли то не играет не продырявлено не так он выглядит вот так он выглядит вот так ну и заюзаю чуть попозже в действии и тебе покажу инструкция у нас эти на инглише такой просто листочек ну и пришло оно в обычной такой коробке кому-то приходит я поняла ну как бы одна и тоже один и тот же завод делать разным фирмам кому-то приходит в розовые коробочки а кому-то приходит вот так там где я заказывала у продавца вот именно в так вот и приходит никакая температура поставлена такая соответственно и будет нужно нагревается перешла немного в другое положение тут не видно как бы ну я включила мне сейчас включу у меня будет 30 градус градус у меня тут где-то есть какая покупная тертая где-то есть просто из молотая какао бобы не до конца сейчас совершенно на глаз буду делать всякий кусок так вот чтобы было видно на хамеру у меня где-то есть мой шоколад ну в смысле какао чертая из-за права бобы которые беломиксе делала сейчас просто такой чистый эксперимент и когда фонарик потухает то тогда значит уже вот температура становилась в одном пакете из под какао масло у меня какао масло в другом пакете у меня такой как бы шоколад ну в смысле кикао тертая там я добавлю туда сливочного масла меда и порошок цара чтобы было вкусненько и ванильненько как бы вообще первый зацеп в том числе и на камеру должно вот у меня можно сюда тоже добавить такой как бы молотые какао бобы они молотые они спрессованные но они не дошли до состояния какао тертого наверное чтобы было видно в крайнем случае это у меня будет так как я не по граммам то у меня будет какая-нибудь может шоколадная паста надо где-то минут 15 чтобы она вот так вот растопилась а среднем вот я уже как бы вижу сейчас я камеру немножко другому поставлю чтобы было видно и тебе нишину там как бы уже топится там какао масло уже дало такой желтенький капельки может не совсем видно было и сейчас может уже не видно потому что оно вот сейчас я сама гляну вот я когда смотрю без камеры на него я вижу там желтенькое такое как какао масло растопленное когда я смотрю через камеру то я не наблюдаю этих капель я наверно сейчас поднесу просто камеру совсем впритык ну вот видишь зритель вон там вот такая капелька я на нее прям наставляю мне руки возможно дрожат ну уж извиняй был будет если другая камера то тремор не будет чувствоваться и он там как раз вот эти капельки масла которые самые первые пошли тут так вот если навести с этого ракурса то видно да и вон шоколад видишь уже топится вот вон там где палец в ту сторону по идее это надо было время бы засечь но что-то я не засекла просто включусь заново когда она уже растопится и когда уже это будет не просто эксперимент а так конкретно может как-нибудь красиво запишу уже без распаковки соответственно вот так поставлю и в поле в прямом потоке буду это записывать и попутно пока но топится буду делать может что-то еще там какие-то орехи чистить еще что-то не к тому же если снарить с нашей дачи ну смысле деревни то что называется фундук или рещина еще грецких можно будет почистить мне как-то угостили миндаль там они миндаля у меня нет у меня есть этот бразильский орех еще что то есть а потом кедровые орехи есть вот кстати можно будет сюда потом кедровых орехов засунуть вот это я покрыла крышкой а сюда высыпала то что у меня перемолотые какао-бобы но не дошедшие до состояния массы под крышкой она как бы быстрее идет и здесь у меня 30 градусов а здесь у меня сколько 50 и вот когда она как бы поддерживать для поддержания температуры чтобы будет полностью нагрелось минут загорается гонек а когда у него потукает огонек значит нужная температура уже достигнута горяченькая такое тут у нас по идее 30 градусов но она не такая горяченькая как вот здесь то есть он реально держится именно ту температуру которую поставишь и и каждая отвечает тут вот это за это это за это надо бы мне обзавестись такой лопаточкой ну как немножко силиконовой это эта лопаточка под шприца кулинарного набора такого я решила немножко помочь ему и слегка помешать тому что советоваться мешать но и когда на водяной бане делаешь тоже советуют помешать ну и здесь можно здесь она будет дольше потому что она в принципе не полноценно такое какао тертое меня она уже растворялась когда был такой вот как здесь и шоколадная такая масса я делаю медленоварке емкости медленоварку воды подливала ну и там конечно температура не так чтобы постоянно держалась а и то что надо но просто как эксперимент я делала такую как бы шоколадную пасту не уже добавляла жидкий шоколад вот этот кусок несколько таких кусочков она действительно как бы растворялась а уже по действиям надеюсь она тоже темнеет тут уже видишь зритель можно с чем-нибудь чистить можно к стеночке придавить чтобы он так вот тут лучше бы конечно чем-то счистить часочку возьму так-то вторую емкость я рассчитывала под воск чтобы делать потом если там дезик какой-нибудь себе или бальзам какой-то для из воска самопарный так как заказов на это счастье как бы нет и но те что были это так крайне редкий такой случай да то просто себе что-то делать но в принципе как будто можно потом обмыть уже буду потом использовать для воска но сейчас я пока это в первый день с покупки и надо это протестировать и соответственно я сейчас я могу использовать только как под шоколад потому что принципе мне ничего другое пока не нужно смотри зритель он практически зашел до кондиции помешиваю это мы именно здесь здесь еще он не совсем даже не начал еще просто потемнелся начинает так подтапливаться скажем здесь так как у меня здесь не только какао масло и какао тертое но еще и кусочек этого не до тертой ну измельченных какао бобов которые тогда делаю даже не помню они может быть у меня были очищены я их наверное очищала ну просто какао бобы измельченные но не до состояния какао пасты какао массы и что-то там еще не совсем вот так вот растворилась но эти помешивать постоянно вот так вот легонько то она просто быстрее идет но за счет того что рядом окружающая скажем так среда уже дошла до кондиции нужной она быстрее растворяется машина так уже капает такой жиденькая можно в принципе сейчас уже вынуть и добавить мед но его выключить соответственно эту и эту часть выключить подгод добавить мед перемешать и добавить порошок тара но немножко так охладиться и потом уже довести обратно весь на чуть больше температуре сейчас у нас на 30 все выключаю вот сюда поставлю вегерко ну и сам агрегат саму часть я выключила здесь пусть пока доходит даже немножко убавить поставить на 30 этаж так как я уже говорил это все на глаз тут у меня мед жидкий с нашей пасеки если ты вдруг не в курсе ну и сливочное масло у меня небольшой кусочек есть я думаю что мне в принципе хватит его конечно это все надо делать по пропорциям если так же вот решишь то ну надо как-то подходить к этому более разумно чем я сейчас это чисто спонтанный эксперимент кусок у меня сливочного масла я даже думаю можно было бы это масло наверное вместе с этим шоколадом растопить можно думаю даже вернуть обратно я выключила температуру сейчас поставлю на 40 допустим гонек загорелся как включение у меня тут мед прям пахнет медом недавно меня просили видео записать как отличить мед от не меда вот настоящий мед он пахнет медом цветочно так где-то чисто такими цветами где-то яркость где-то чуть уловимо но именно что пахнет да и вот оно на температуре конечно но быстрее растворяется это масло ты может там не увидел но огонек там потух огонек потух это значит что достигнута нужная температура и она теперь будет держаться нет ты конечно можешь посмотреть какой нибудь профессиональный ролик про темперирование я вообще впервые в жизни вот делаю именно темперирование там температура у каждого шоколада разная но там уже используется как бы готовый шоколад у нас же это на какао теркам делается можно опять выключать достать ведерко сейчас я немножко подготовлю мед вот даже вот так вот это двину я сейчас не с телефона управляю но я думаю что будет видно зрители если ты с медом на вы то никогда не суй в мед мокрую ложку ложка должна быть сухая никогда не оставляй ложку в меду если не хочешь чтобы у тебя с медом допустим как-то испортился ну и можешь оставлять деревянную металлическую ложку не надо мельхиоровую, серебряную нержавеющую сталь можешь в мед сувать но не оставляй потом нежелательно да говорю что не оставляйте сама сюда ложу ну я сейчас ее переложу к себе в чашечку с чаем и потом просто попью чайочку если ты боишься что тут не та температура для меда то я думаю тебе стоит посмотреть какой нибудь мой ролик мундбанга но если ты не любишь мундбанги хавчики на камеру то я тебе просто скажу что то что выделяет мед при допустим более горячей температуре чем 40 градусов оно конечно может и ну как бы да оно такое ядовитое все такое но ты столько за раз не съешь этого меда в таком горячем виде чтобы получить какое-то вредное вещество за своего организма вот в жидком шоколаде оно так отлично вообще растворяется смешивается вообще моя мечта была делать шоколад дома сама из какао бобов из какао тертого но я буду потом теперь покупать какао бобы потому что у меня есть миксер это точнее блендер мощный на 2200 ватт белый микс G5200 и я вот как раз в нем делала какао тертого на основе цельных какао бобов не чистяя их вообще сырых не отмачивала специально чтобы очистить не просушивала специально чтобы очистить сыриковых какао бобов и вот из них как раз получился какао урберс шоколадный скажем так ну урберс шоколадный это как раз какао тертое а так как у меня до этого не было такого мощного блендера год назад только купила то я покупала какао тертое в плиточках в кусочках какао-масло еще масло сливочное мы сюда положили на глаз меда где-то посадили столовых ложки чтобы многое ну так вот конкретно чувствовать этот порошок тара это надо очень много его засыпать это на больше чем 50 грамм тут у меня чуть меньше чем 100 грамм сейчас ну и тогда он действительно будет чувствоваться если использовать мед как подсластитель скажем так то не важно сколько положишь ну просто чтобы чувствовался этот печеньковый вкус ванилька кокосик это все вот эти вкусы что я перечислила это как раз разнообразие вкусов порошка тара порошок тара это делается из вареных измельченных порошок клубней тара похож на картофель растет в Китае в Азии еще где-то ну это у нас китайский оно уже тут подзагустело малость поэтому я сейчас перенесу сюда чтобы размешалось и растворилось это заново включу и вот с трех вот этих ложек чайных сборкой вот уже чувствуется тот запах конечно в принципе он вообще просто открываешь пакетик чувствуется но чтобы он был вкус в шоколаде именно такой вот какой-то ванильки еще чего-то то надо ну довольно прилично положить если просто хочешь по вкусу его ощущать а не по запаху то можно и две чайных ложки засундучить или даже одну у нас тут баночки на 400 миллилитров насколько мне известно а ты уже заметил что это все было на глаз но оно я делала в медленноварке и тогда я положила довольно много сливочного масла мне показалось что как-то густовато и у меня вышел по большей части крем шоколад не застыл а сейчас именно той нужной консистенции я думаю что вполне себе получится шоколад именно как плитка ему опять выключить так-то оно дважды сначала растапливаешь потом достаешь оно ухлаждается а потом снова доводишь до растопленного состояния заливаешь как шоколад кстати надо проверить что тут у нас может ручкой помешать ну у нас это все проба пера и даже не сколько тест чисто чтоб оно темпелировалось темпелировалось сколько просто приготовить шоколадку и уже потом на методе проб и ошибок прыгать дальше так как я не уверена что у меня с первого раза получится ровно варить в плитку в форму для шоколада то я пока наверно выключу камеру покажу уже потом как это вышло и вот что у меня вышло ну как бы потом попозже уберу в холодильник хотя может и сейчас уберу на одну немножко не хватило ну как бы она в принципе растекается может и хватило на нее чуть меньше вышло тут еще капелька капно как я говорила что у меня все равно что-нибудь пролется мимо и вот то что у ведерки у меня осталось я думаю сейчас еще немножко добавить у меня правда довольно мало сливочного масла надо будет завтра докупить но положу побольше какао масла посмотрю что будет вообще я думала сюда может каких-нибудь орехов мелких сейчас какую-нибудь из них положить сверху так вдавить слегка здесь же у меня еще не дошла до кондиции я думаю в принципе я хоть туда сливочного масла уже положила но наверное благодаря сливочному маслу может уже так вот побыстрее дойдет но за счет того что там все равно мелкие фракции оно не будет такое вот как допустим просто какао тертое или какао масло сюда можно будет допустим немножко молочка даже долить вот у нас какая-нибудь шоколадная паста вот у меня первая шоколадка та которая заснималась и выливалась да я говорила что я не умею ровно выливать ну не всегда умею ровно выливать вот у меня тут частично одно частично другое это я уже убирала в холодильник вот вот если правильный шоколад то он сам выпадет если чуть-чуть надавить на формочку вот у нас правильный шоколад не чуть-чуть тут это просто где капли были то оно и осталось посмотрим как он я же не правильно делала ну в смысле чисто все это интуитивно не растопила охладила нагрела перелила три раза можно сказать растопила если оно завтра у нас ну через сутки не побелеет допустим значит правильно сделала если побелеет значит учиться и учиться это в плане темперирования вот с кедровыми орешками ну да надо бы конечно так красиво запаковать ну уж стоя так за камерой и частично смотря в мониторчик камеры и на то что я тут делаю руками по другому ты не сделаешь я хотела ее сфоткать перед этим ну ладно я ее потом сфоткаю а вот у меня шоколадка получилась в следующий раз запасусь еще сливочным маслом там потому что сливочного масла мне хоть наплевал ну и там это еще чем-нибудь здесь то вон еще тут сухое молоко но без порошка тара сфинниковый сахар также мед потом масло сливочное и топленое сливочное масло потому что масла сливочного было мало то что вот тут рядом ну и чуть больше вот то что вот здесь тогда лежало я соединила с этим и добавила еще какао тертого и какао масло остатки вот может потом отдельно докуплю какао масло потому что как бы какао тертого это можно сделать а вот чтобы из какао тертого отделить какао масло я думаю на какую-то специальные агрегаты вряд ли он есть и в уменьшенном виде допустим как мармит до шоколада до домашнего изготовления чтобы для дома вот так чтобы можно было небольшое место занимало при этом выдавился из какао тертого какао масла поэтому наверное какао масло можно будет купить отдельно ну или вообще заменить его на какао на сливочное масло вот но у меня чуть под застынет и я его беру в холодильник там как бы такая баррикада из всяких продуктов его туда не всунуть так то можно было бы прямо на доске но мне просто все ставить туда некуда но у меня есть там вот шоколадка может она конечно еще не застыла до конца да она еще не застыла но вот она более светлая я сейчас правда снимаю чисто с лампочками с потолка без всяких кольцевых ламп все это совершенно спонтанно и она тут без всего вот просто это так формочки такие сейчас обратно в холодильник уберу так то можно было бы сунуть в морозилку но в момент такой что у меня в морозилку усывать это некуда было бы куда можно было бы побыстрее это все так минут на 15 засунуть даже на 5 даже ну где-нибудь минут на 10 и оно у меня бы уже застыло и вынулось вот такой у меня ролик обзор и показ и всего остального спасибо зрителям если досмотрел до конца если хочешь поддержать мое начинание рублем евро долларом или как-то еще то ссылки есть в инфобоксе ну и где-то тут рядом с рукой будет такое полупрозрачное облачко с данными там можешь подписаться на бусти будете асмры либо мунбанки может закинуть на можешь подписаться если ты не из России на спонсорскую подписку там 6 разных вариаций можешь еще как-то меня поддержать а можешь прислать мне что-то на обзор я тоже буду рада и как бы сделаю обзор и тебе счастье и мне счастье а можешь просто написать в комментах но я тоже делал или делаю домашний шоколад или вот ты делала не так надо делать вот так если ты мне объяснишь как я где я была не права довольно ну добрым таким положительным языком каким угодно можешь языком если тебе терпения не хватает понятно так написать адекватно то можешь просто по-другому если ты просто знаешь где совершала тут ошибки можешь мне на них указать и я приму к сведению уже не буду их совершать всем пока я покажу прорыва и курина в аспорт и в курина то, что и все это Продолжение следует...